Здравствуйте! Это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. По традиции сначала ситуация с коронавирусом. По информации регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в нашей области, за истекшие сутки подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, а выздоровели 29 человек. Растет число лабораторно обследованных на новый вирус Тверичей. Сейчас таковых уже под 100 тысяч. Ну и сейчас в Тверской области подтверждено около 3000 случаев заболевания новой инфекцией, и примерно третья часть инфицированных изолированы и проходят лечение. А вот 1848 заболевших излечились от коронавируса. Ну и, к сожалению, 55 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Двое из них в последние сутки. Надо сказать, что все из них имели хронические заболевания в анамнезе. Теперь несколько слов о предстоящих и прошедших событиях в экономической и политической жизни региона. Буквально на днях Тверской городской думы было принято решение о снижении размера ЕНВД на 50% для предпринимателей, которые занимаются рекламной деятельностью. Это и хорошо, и не очень одновременно. Поясню, почему хорошо. Хорошо, что снизили. Но не хорошо, что не всем, кто этого заслуживает. Вообще ситуация сложилась несколько странно. Наш региональный список АКВЭДов, ну, то есть, по-простому, это список тех видов предпринимательской деятельности, которые признаны пострадавшими в период пандемии. Так вот, этот список никак не бьется с федеральным. Не совсем понятно, по какому принципу оба составлялись. Например, непонятно, почему в него не вошли частные медклиники. Или предприятия сферы бьюти-индустрии, салона красоты, скажем. Ведь их деятельность тоже попала под ограничения, но вот с компенсациями у нас проблема. Я, кстати, озвучил это в Думе. Многие депутаты поддержали, и было решено сформировать рабочую группу по дополнительному обсуждению этого вопроса и принятию решения по расширению списка. Знаю, что и уполномоченный по защите прав предпринимателей тоже озабочен этим вопросом и готовит обращение в прокуратуру. Но, впрочем, хочется верить, что и без нее удастся решить эту проблему. Ведь тем же понятно, что сейчас очень важно сохранить бизнесы, коллективы, специалистов. Ведь после окончания пандемии мы должны выйти из режима самоизоляции не на выжженную землю, где все погибло, а наоборот, активно включиться в восстановление и наверстывание. И бизнес – это как раз бизнес-сфера, это тот рычаг, которым будет вытягиваться экономика из провала, будут даваться налоги, рабочие места и так далее. Теперь буквально несколько слов о предстоящем событии общероссийского масштаба, но с местными тверскими особенностями. Я про голосование по изменениям Конституции Российской Федерации, которое состоится 1 июля. Ну а в заочной форме фактически начнется уже 25-го и продлится целую неделю. Федеральная реклама, надо сказать, сбила с понтолыку многих тверичей, решивших, что проголосовать можно будет чуть ли не лежа на диване по интернету. Но голосование в Тверской области пройдет без электронного формата. И возможность волеизъявления через порталы госуслуги в Тверской области тоже пока не предусмотрена. В тестовом режиме дистанционные голосования доступны только в двух российских регионах – Москве и Нижегородской области. Вот такое разъяснение дали в избирательной комиссии региона в связи с большим количеством вопросов от жителей на эту тему. Впрочем, выразить свою гражданскую позицию по поправкам Конституции Российской Федерации можно в любой из дней с 25 июня по 1 июля включительно, посетив свой привычный участок для голосования по месту регистрации. Участковые избирательные комиссии 25, 26 и 29 июня работают с 15 до 19 часов, выходные с 27 и 28 июня с 10 до 14 часов, а вот 30 июня с 15 до 17. Ну и, конечно, в основной день голосования 1 июля будет более длительный режим работы, участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Интересное нововведение. Места для голосования по закону можно создавать и вне помещений, например, на территориях школ, во дворах многоэтажек. По заявкам граждан проголосовать можно будет даже на предприятиях, работающих в дни голосования, а также на придомовых территориях и даже в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования. Это может быть даже садовое товарищество, ну или отдаленная деревня. Но, впрочем, если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, проголосовать можно, конечно, и на дому. Для этого тоже нужно подать заявку через портал госуслуги, но до 14.00 21 июня. Или обратиться по телефону на избирательный участок по месту регистрации до 17.00 1 июля. Впрочем, просьбу о желании голосовать дома можно передать в комиссию даже через друзей, родственников или знакомых. Но в Тверском обл. избиркоме подчеркнули, что каждый гражданин голосует лично. Конечно, за исключением тех случаев, которые специально предусмотрены законодательством. Тут речь идет об инвалидах. Впрочем, этой теме мы еще посвятим ряд программ на следующей неделе. Так что, если кто-то не разобрался, то у вас еще будет масса возможностей вникнуть в этот вопрос. Поэтому обязательно следите за нашим эфиром. Ну а у меня на сегодня все. Всем хороших выходных и до встречи.